Привет! Меня зовут Саша. Сегодня вы увидите, как ходят шахматы, как они стоят на доску. Самые первые фигуры, они с краю, называются ладья. Они стоят тут. После ладьи идут лошадки. Лошадки еще время после ладьи. После лошадок идут слоны, они третие. А потом идет ферзь. И ферзь это самая сильная фигура. И потом король. Потом идут защитники. Они защищают другие фигуры. Эти фигурки называются пешки. Теперь мы расставляем черные фигуры, чтобы их запомнить. Ладья. Лошадки. 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 Слоны. Король и ферзь. И пешки. На черной клеточке стоит ферзь, а на белой клеточке стоит белый ферзь. Смотрите, все как ходят сейчас все пешки и фигуры. Ладья. Ладья, она ходит вперед, даже очень далеко. И на одну клеточку влево и вправо, если они пустые. Лошадь. 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 Ходит буквой Г. На три клеточки и обратно. Даже может назад ходить. После лошадки идет слон. Слон ходит. Слон есть по черным ходит. По дегонали, по черным клеточкам. Есть слон по белым. Он ходит по белым клеточкам тоже по дегонали. Влево и вправо. Влево. Король. Он ходит на одну клеточку в любую сторону. И можно королю еще поставить мат. Потом идут после короля идет ферзь. Он в любые стороны. Влево или вправо, вперед и назад. И по дегонали пешки. Сначала они могут ходить на две клеточки. Но второй раз они не могут. И третий. Потом они не могут ходить только один раз. А едят они, вот когда тут пешка, едят они по дегонали одну клеточку. И всегда запомните, что можно поставить королю шах и мат. И до новых встреч, ребята. До новых встреч, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова